доброго доброго всем вечера сегодня у нас уже 8 июля 2022 года сынуля красотуля собирает ягодку в общем вечерок я собираю ягодку помаленьку птички мне конечно же помогают со всем этим делом всю верхушку по расклевали все по расклевали все что только можно было сверху лестница не помогает наглое наглое воробьи жрут сидят ой знают они толк в ягодке ромаш вообще всю ягодку дербанят любители вкусной ягодки а ее уже не взять такую я не беру ну что пособираю еще маленько совсем чуть-чуть пособеру и так каждый день и так каждый день пока ерга дает свои плоды чтоб потом холодные холодные вечера кушать ягодку в общем вечер такой ну вот уже и всем доброго доброго утра сегодня у нас уже 9 июля 22 года так кашу я вчера варил каша вкусная хорошая идем до мурашки чего кашат не идем до мурахини дети ешьте ешь давай кушай кушай ветер поднялся посмотрим заодно не будем изменять свои традиции погоду у меня зимой смотрю плюс 21 а там тоже бегаешь проголодалась проголодалась мурашка проголодалась кушать хочешь ты хочешь кушать и хочешь кушать кушать хочешь кушать кушай 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 никого не слушай в принципе у нас вот так вот утро и началось сейчас я уберу холодильник оставлю будем что-нибудь делать сегодня в принципе и как многие знают цедуля красотуля худеет да да я же худею чем не занимаюсь просто худею сейчас мы взвешиваемся последний раз я взвешивался ровно месяц назад было сколько 92 килограмма с чем-то было в общем сейчас взвешиваемся что у нас питанием да похудели мы так сколько 91 85 91 85 в общем похудели мы ничего не похудели так вот выглядим идем без всего без этого телосложения такое похудели мы короче за месяц ровно на пол килограмма это потому что скорее всего сходили раньше в туалет в общем за месяц мы худели 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 так и не похудели в общем все худеем дальше посмотрим через месяц результат а так как мы за месяц похудели похудели почти на пол килограмма хороший данный результат видишь так лет через десять похудеешь на пару килограмм ладно пойду я скашивать косить траву бороться с сорняками то есть убирать сорняки запущу триммер газонокосилку и буду помаленьку косить вот этот первый участок отец матерью уехали в магазин надо же сынулю красотулю кормить полезными продуктами но я отдельно наверно ролик проведу сниму в общем отделаем барахло и идем на улицу буду косить стрим наверно запустить пусть идет со смартфона пусть идет пусть идет буду ходить помаленьку косить так ну а сперва надо же прежде чем идти подкрепиться пожариваю такие пельмени обыкновенные внизу соус короче из майонеза горчицы на сковороде пожарю приготовил так ну что будем пробовать пельмесы пельмесы сперва же надо хорошо подкрепиться кто газонокосилку то таскать то не будешь хорошие вкусные пельмешки я кстати остудил в морозилке по идее нельзя ставить в морозилку горячая я сделал быстро пожарю за пять минут и пять минут постояло остудил в общем будем кушать будем немкать пельмеши удались на саву вкусно 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 так мамочка еще забегала в магазин в общем ролик с продуктами выйдут отдельно на канале на канале рецепты мудрой мамы да мудрой мама и мама еще сбегала сразу за этими яйца яйца взяла хотя яйца есть но я взяла десять яиц да бумажку топливчики наши да руки вытирать руки так вот еще сыру я чуть подумала маловато на 136 рублей наверно грамм сто 200 грамм ты что говоришь так вот такая колбаса это 130 чайная цена я помню что там делать буду а у меня колбасы то нет так это 130 рублей за 400 грамм да 400 грамм дальше на пасту вот маленькую не купила ездила а здесь маленькая не купила 15 рублей пасту так кукла кофе и свинины бекончик вот такого сколько потратила ты еще на все да наверно ты еще на все это сейчас в пакете потратила да так свинина покажу что я потратила собака наша местная да 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 это ячневая крупа это собачкам собака варить собачкам это луку мало и да это лимончик надо майонез закрутить будет лимончик 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 плавилась лимончик не посмотрела вообще там уменько и богат такой мук алтайская высшей сорт ну все таки мусорь близко сбегала идем дальше косить ничего не купила а идем дальше косить В общем, сынуля красотуля помаленьку косит, как помаленьку, достаточно быстро. Скрашиваем траву, идем, идем, идем. Я читал такой комментарий, смотрите, вот она бензиновая идет, самая мощная была. Почему не электрическая? Бензиновые газонокосилки, триммеры, они раз 5-6 мощнее, чем любые электрические. Это на полном серьезе. Как это объяснить? Смотрите, я обычной лентой, если прибавлю обороты, обычной лентой могу рубить кустарники. Вишню срубить, срубить и лента не вылетит. Срубить вишню, кустарники, вот эти все дели, можно срубить ленты. Из-за большого количества оборотов и мощности, блин, ветер поднимается лучше. А поэтому с самого начала брали бензиновые газонокосилки, нет. Если хотите мощные, ребят, только электроды. Ой, только этот, бензиновые, бензиновые. Короче, ветер поднимается. Ванная электрическая ты не срубишь. Я рубил кустарники и без металлического низка. И ставишь несколько видов дисков. Ладно, буду косить дальше. Ветерок, прохлада. Сейчас подымлю маленько. Так что электрические они очень слабенькие. В 5-6 раз это. Пускай предлагают, как говорится, продавцы лечат людям, которые не знают, что... Вот купите электрическую, электрическую, электрическую. Ну, знайте, что бензиновым проигрывает РС-5. А если поставить, короче, обычную ленту на электрическую, она будет обламываться. Знаете, почему она будет обламываться? Количество оборотов не будет хватать и мощностей. И мощности срубить. Кустарники, да. Боделины. Ладно. Как-то так, как-то так. Рубим, делаем. Кстати, давайте пройдемся, пока я здесь. Все-таки, что мы тут по это... Пройдемся, сходим. Что у нас тут? Капустик. Капуста обыкновенная. Укропчик обыкновенный. Чесночок сейчас такой выглядит. Что у нас тут? Кабачки. Ну, начали расти. Скоро будут басые-басые кабачки. Дальше морковка уже идет. Морковка. Так. Как всегда лучок батун здесь. Один листок одинокий салата. Морковка. Здесь что-то еще мама посадила. Здесь раньше был лист салата. Также батунчик с краю. Так. Капуста. Свеколка. Свеколька. Капустик. Так. Ну, все. Как-то так, как-то так. Так что будете брать, берите бензинку. Бензинку. Не слушайте маркетинговых людей, продавцов, которые будут парить электро. Это надо электро, если прикинуть, это надо килограмм сорок аккумулятор на себе носить. Чтобы он был там, е-мое, на сколько-то вольт и киловатт на 5 двигатель. Короче, не надо это заморачиваться. Не заморачивайтесь. Все. Делаем дальше. Вот и все. Тот участок скосил, а здесь только у мурашки на первом участке. Так. В общем, я варю здесь у меня кусочек свининки. Я порезала, вот захотела такой суп. Ага. Вот он у меня почти несколько творилось. Вот такая уже свежая картошка. Так. Я ее прямо крупно-крупно-крупно-крупно-крупно. Очистила, порезала. Помыла. Я не знаю, конечно, она долго или не долго варится. Ну, посмотрим сейчас. Свежую картошку. Своя-то еще нету работы. Вот. Так, значит, что? Я выложила сюда картошку. Это убираем. Здесь у меня... Сколько? Значит, прибавляю. Здесь у меня морковочка, лучок и два лаврового цвета. Я прямо сюда это все. Сырым не буду ничего не обжаривать. Ничего. Вообще. Поварю. И сюда же я добавлю. Ложечку толпаю. Пасты томатной. Сейчас я приготовлю. Давай. Двоечку. Томатная паста. Да. Наша вкусненькая. Ну и хватит. Сейчас я на соль попробую. Убавлю. И пусть оно у нас это все тушится. А картошка не крупная? Не крупная? Я специально так ее покрасила. Так подвязывала? При. Субчиком будет шапу вот. Ага. Ага. Сотвиненькая. Ну кусочек маленький такой. Пусть оно тушится, тушится, тушится. В общем, ребята и девчата пусть оно тушится... Я скосил там... Капит, капит. Устал. Эээээ... Эээээ... Эээ... Ээээээ... А там на первом участке только у мурашки, на первом участке я не буду косить. Только у мурашки скосило все. пойду затапливать короче это в баню да помоюсь баня вечером если дождя не будет поливать пойду грядки только грядки полил чем вот они косточки ладно тогда супчик пусть варится все еду баню вставить чесночок и зелень ох как на варим прыгают прыгают и надо еще спасибо чем майонез накрутить готовила при комнатной температуре тоже будете отмываться ну а как же в тему края я каждый день хочу дождик я сегодня полезно не будет вечером только грядки не буду кабачки поливать кабачки пусть это завтра верхушку все сажали я собираю они жертвы они не столько жертвы они расчеркивают и все она уже не годно одежда то прямо там это вот так весь ходеном ходит бутко там их смотрит они боятся и в дождь и хотя есть что он есть ладно и затоплива щас я доварю сейчас я затопну схожу майонез пусть и лично крутит так супчик вот такой мама сварила отец уже поел отец разогрел эти как их как чебуречки а чебуречки маленькие супчик такой получился я открыл сметану добавить сметану также отец покупал здесь покупные эти как сказать пирожки с чем они соком с яйцом с картошкой с ливером здесь два пирожка то чисто магазинная а не помнишь почему 30 рублей пирожок 30 рублей пирожок с ливером ну там сердце назначить но ничего ливером это попутнему по домашнему что настоящее не лишь бы продать накрутить а от души для себя ну все равно экономят вылаз но я ничего не нашел на чем они бы там сэкономили просто решили как будто сам делал так выглядит вот так вот ну ка в общем темненький здесь челучок еще вот жилка в принципе ничего это рис 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 добавлены длинный рис ну вот в этом можете экономить что вес это мясо ну вернее вот это по трошков превышает риса ну а компонент нормальный рис вкус и то есть сочетаемость идет и тесто нормально в принципе неплохие просто люди на продажу делают много делают не заморачиваются сильно ну вот этими не приспособлениями всякими накатал накатал там как манты делать да все ручная руками все и рукой дело на я бы не взял если было вот так вот здесь вот это обжарка обжарка так как раньше вы вот это вот в школах учились а пирожки давали это обжаренный полностью прожаренный красота в курса такие пирожки все любили бы с повидлом пирожочки потом кошкам остынет супа налью суд ничего получился хороший с яблоками делали обычно продавали вот это вот роскоши считалось а вот это вот с ливером яйцо да еще лук вот это самое поменьше делалось а повидло и яблоко нормально в общем угомонил я сейчас пойду печку подкидывать ну супчик получился нормальный сейчас похлебаем помоемся мыться надо чаще опять духота на улице но не так жарко как было те дни те дни в тени доходило до 40 градусов сейчас нормально ладно ребята и девчата с вами были мы отец то мама как то так помоемся будем отдыхать вроде сильно ничего не делали все равно что-то устаешь 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 ну все пока пока всем пока 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 так так и так